Приветствую вас, Елена. Я прочитал ваш вопрос, вопрос, связанный с основидением, которое вы увидели, и которое связано с подругой вашей. И так же, я посмотрел, вы задали этот вопрос еще в разделе сатирики, то же самое, тут вот, конечно, не очень понятно, ошиблись вы с разделом, или такова была ваша изначальная задумка написать свой сон, ну, информацию о своем сне, и в раздел психологии, и в раздел эзотерики. Если так, то это не самый лучший вариант для вас, потому что, как правило, ответы разных специалистов, они различаются, я почитал ответы на ваш вопрос в разделе эзотерика, там, например, люди говорят совершенно разные вещи, вот, и кто-то говорит довольно такие, ну, в общем, достаточно серьезные вещи, вот, и если этим вещам верить, и, в частности, если вы еще увидите и то, что говорим вам мы, то будет получиться очень большая каша в голове, да, очень большая каша именно вот у вас по поводу, ну, по поводу той информации, что вы получили от специалистов, и в итоге может быть так, что вы даже запутаетесь совсем, и все это будет не так хорошо, вот, поэтому я рекомендую вам, на самом деле, определить в первую очередь для себя, кому вы больше доверяете. Доверяете ли вы больше, например, психологам, тогда, соответственно, именно к психологам нужно прислушиваться. Если вы доверяете эзотерикам больше, то, соответственно, к эзотерикам нужно больше прислушиваться, но тогда психологические ответы на ваш вопрос не будут теми, что найдут отклик, ну, в вашей душе, в вашем сердце, вот. Но если будете слушать и то, и другое, то рискуете запутаться и рискуете совсем потерять вообще значение сновидения для себя. Это было первое. Второе. Значит, я вам отвечу на вопрос по сновидению с точки зрения психоанализа. Может быть даже в некотором случае такого довольно ортодоксального психоанализа. Значит, смотрите. По науке, по науке, да, вот, как это рекомендуется делать профессионально. Значит, вот есть сон, да, есть сон. И за две недели до этого сновидения, вот за две недели до того, как вы увидели это сновидение, нужно собрать как можно более детальный анализ того, что с вами происходило в жизни. Все ваши переживания, все ваши эмоции, ваши чувства, удачи, неудачи, ассоциации положительные, отрицательные, все ваши эмоции. Все вот это нужно собрать за две недели до того, как вы увидели сновидение. Потому что это важно. Далее анализируется сам сон. Как? Значит, во сне, во сне, важен каждый объект. То есть, во сне не бывает неважных объектов. И у каждого объекта в вашем сновидении есть наполнение. То есть, наполнение имеется в виду, что у каждого объекта есть смысл. У каждого объекта есть реальный прототип в мире. И этот прототип для вас что-то значит. Поэтому во сне анализируется каждый объект. Каждый. Например, значит, ну вот вы пишете везде, где ты, это к подруге, обращение, а потом видишь, что мы на улице на берегу моря. То есть, тут как бы начало, ну как-то вроде сливается. То есть, начало нет. Сразу потом я вижу подругу на берегу моря. То есть, такое впечатление, что было что-то еще до этого. до улицы, до улицы и до моря. Но вы как бы это не раскрыли. Вот. И соответственно у меня, у меня к вам вопрос. Вопрос. Тогда. А почему вы не раскрыли этого? Ну вот того, что было до этого? Вы не захотели, может быть, или что? Понимаете? Ну вот. Дальше. Значит. Вот вы говорите. Вы говорите, что, значит, улица. Улица и море. Говорите вы. Значит, у меня к вам вопрос. Тогда. Что это за улица? С чем она связана? И какие у вас ассоциации? И именно вот с улицей. Если мы говорим про ваш сон. То есть, понимаете, да? Вот только связь в том, что улица имеет для вас какое-то значение. И важно знать, какое? Что значит именно улица? Именно ваша улица, которую вы видели. С чем эта улица у вас ассоциируется? Значит. Что было на улице? Из чего она состояла? Эта улица. Из каких объектов она была? Эта улица. Понимаете? И вот так, вот так это все анализируется. Каждый объект, каждая ассоциация это анализируется. Это большая работа. Понимаете? И вот только на основе всех этих аспектов у вас появляется, появляется именно ваше представление о том, что значит ваш сон. Если же вам скажет психолог, что значит ваш сон, то он даст вам свою интерпретацию этого сновидения. И с этой точки зрения позиция далеко не самая хорошая, потому что, ну, вы же все-таки пришли узнать значение своего сна, а не то, как его видит психолог, например. Я не думаю, что вам это интересно. И таким образом, если вы хотите узнать, что именно значит ваш сон, то нужно делать все по науке правильно. То есть нужно анализировать каждый объект вашего сновидения. И тогда в процессе анализа вы внезапно однажды увидите, что поняли о чем сон. То есть придет некое понимание того, о чем это сновидение. К вам само и придет это понимание. Понимаете? Не психолог даст вам это. Не психолог даст вам интерпретацию, а вы увидите значение этого сновидения именно для себя. Если ваша цель именно в этом, то я полагаю, что вам нужно настраиваться на работу с психологом, причем на работу регулярно. Потому что этот процесс довольно длительный. Ну я имею ввиду проработка сновидений. Вот. Но опять же вопрос заключается в том, хотите ли вы этого или нет, хотите ли вы работать в таком ключе или нет. С точки зрения психологии это единственный правильный вариант. Вот. Но. 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 Вы пришли сюда все-таки за каким-то смыслом. Да. Вы пришли сюда за смыслом. Поэтому я, исходя из того, что знаю о символах сновидениях, постараюсь дать вам такое небольшое заключение, исходя из вашего сна, чтобы вы получили хотя бы первичное представление о том, что он значит. Скажу сразу, что детального анализа сна не будет, потому что это довольно личная информация и профессиональная этика запрещает отвечать на такие вопросы публично. Вот. Но тем не менее. Итак. Значит. На берегу моря попруга стоит у вас за спиной чуть выше, а я спустился к морю. Значит это означает, что с одной стороны вы чувствуете себя не в безопасности в том месте, где вы живете, или где вы находитесь. Если вы чувствуете какую-то угрозу и хотите от нее уйти, либо просто в вашей жизни есть какие-то раздражающие факторы, которые, ну, не позволяют вам чувствовать себя свободно, из-за которых вы напрягаетесь, из-за которых вы чувствуете себя недостаточно комфортно. Вот. Соответственно, подруга. Вы чувствуете подругу, значит, у себя на спиной, как будто она за вами наблюдает. То есть вы чувствуете, что она все время следит за каждым вашим шагом. Может быть, она вашими руками делает что-то, чего не хотела бы делать сама. Может быть, она соперничает с вами. Но, в любом случае, вы очень часто чувствуете ее присутствие. На берегу моря. Море – это означает сексуальный контекст. Вот. Я не буду раскрывать значение вот этого сексуального контекста, потому что, еще раз повторю, это очень личная информация, и только в привате, только в личных сообщениях я имею право вам об этом сказать. И то, если вы захотите подобного. Вот. Далее, вы пишете, что, значит, я спустилась к мору. То есть, вполне вероятно же, что здесь вы под присмотром подруги что-то делаете. Испытываете, вероятно, ну, какое-то волнение, может быть. Испытываете вы, может быть, желание показать, например, своей подруге, что вы справитесь, что вы сильная и так далее, и так далее, и так далее. Либо вы всегда предпочитаете делать снежный дум. Ну, то есть, сначала делать, потом думать. Вот. Дальше, значит, например, плывет мужчина, в руках у него кулёк, присматриваясь в нём ребёнок. Опять же, мужчина – это, возможно, ваше желание быть любимым, ваше желание отношений. Либо это фантазия об отце, который, собственно, вас несёт. Да, это последовательность в родительской любви. Вот. Присматриваясь в нём ребёнок. Значит, я поворачиваюсь к тебе, чтобы сказать, смотри, там мужик с ребёнком. Значит, тут прослеживается такой момент, что вы много делитесь с подругой. Либо ориентируйтесь на неё, то есть, она для вас своего рода такой эталон, может быть, идеал, и так далее. Значит, я поворачиваюсь, смотрю, и поворачиваюсь к тебе, смотри, там мужик с ребёнком, но вижу, что ты прыгаешь в море, за скалы прямо надо мной и плывёшь вперёд вроде как им на помощь. Вот. Ага. То есть, здесь вы видите, как подруга вас опережает. В чём-то она лучше вас. Ага. Пока я удивляюсь, то есть, вы теряетесь и, соответственно, ну, теряете драгоценное время, вам в руки дают девочку, которые говорят, что она не дышит. Значит, соответственно, вам дают девочку, это означает, что вас отвлекают. И позволяет себе отвлекаться, вот, на какие-то важные дела. В частности, опять же, на дела, которые для вас являются важными, вот, но которые, вероятно, не приносят вам удовольствия сколько-нибудь. Ну и здесь, конечно, то, что вы видите девочку, это, может быть, ваше желание ребёнка, может быть, опять же, это вы сами. Это совсем младёнец, новорождённый, я поворачиваю её на спину, значит, начинаю делать массаж, и она начинает дышать. То есть, здесь, опять же, может быть, у вас скрытое желание помогать людям делать добро для того, чтобы делали добро вам. То есть, ну, часто люди делают так, что они стремятся совершать добрые поступки, когда они добрые поступки совершают, они ожидают, что им что-то в замен тоже сделают. Вот, значит, она начинает дышать, вы успокаиваетесь, оглядываясь вокруг, чтобы попросить для неё одеяло, вижу тебя слева, рядом ты делаешь массаж сердца, и ещё одной маленькой девочке тоже младенец. Ну, вероятно, это соперничество с подругой, я, кстати, не очень понял, почему вы сон повествуете так, как будто ты, то есть, для чего вы это так пишете, зачем? То есть, вы как будто ведёте диалог с подругой своей. О чём диалог? Так, значит, ты тоже её спасаешь, и она начинает дышать. Я довольно такая, что мы девочек спасли вроде как. То есть, вы по жизни своей играете роль спасителя. То есть, вы приходите на помощь, вы приходите на, значит, ну, поддержку. Вот. И, соответственно, это для вас очень важно. Возможно, вы хотели бы видеть подругу своей такой, возможно, она и такая, и вы этому научились, собственно говоря, у неё. Вот. Но, тем не менее, то, что вы спаситель, по сути, это не очень хорошо для вас, потому что спасители, люди, которые играют в так называемых добрых-малых, да, вот добрый-малый, хороший, хороший человек, и так эти люди, к сожалению, редко бывают счастливы сами. И именно потому, что они проецируют свои желания и свою ответственность на других людей. И тут я вижу, что рядом лежит мальчик, новорождённый лежит на животе, лица я не вижу. Сложно сказать, что именно вы ассоциируетесь с мальчиком, вот. То есть, может быть, это ваше желание иметь брата, младшего. Может быть, это такая вот интро... Интро... Слово вылетело из головы. Интерпредация. Интерпредация мужчины. Но, тем не менее, то, что вы не видите лица, говорит о том, что вам важна именно фигура мальчик. Лежит на чём-то чёрном, я хочу взять, я его хочу взять, чтобы помочь ему дышать, а ты мне говоришь, не трожь его, он умер. Соответственно, следствие описывает, как подруга мешает вам быть спасителем, да, как она не хочет, чтобы вы были спасителем. Она мешает вам быть той, кто вы, возможно, и есть. Либо она хочет опустить вас до своего уровня, либо поднять. То есть, опять же, это элементы соперничества. Какой-то здесь имеет место быть. Я говорю, нет, смотри, он дышит. То есть, вы, как бы, испытываете потребность возразить своей подруге. В жизни, скорее всего, вы ей не возражаете, либо не так, как это делаете во сне. А ты говоришь, нет, это его поднимает чёрная подушка. Соответственно, чёрная подушка – это что-то, что вы считаете вмешивается в отношения с вашей подругой. То есть, ну, какая-то третья сила, которая, в общем-то, не позволяет вам с подругой быть счастливыми. Или вам именно счастливой. Я понимаю, что ты, наверное, права. То есть, вы соглашаетесь с подругой, даже, в общем-то, не желая проверить, право вы в действительности или нет. И мне так жутко становится так грустно, что никто не спас мальчика. Но парадокс в том, что вы не знаете, действительно ли он был мёртв или нет, потому что вы так и не проверили. Это означает, что, скорее всего, вы слушали советов подруги и потом жалели об этом и про себя думали, какой ужас, как плохо и так далее. Есть такая игра, она называется «Какой ужас?» Это психологическая игра. Вот. Смотрите, я думаю, вам будет интересно. Вот. То есть, вы испытываете вину за то, что не сделали так, как хотели по велению, либо по совету своей подруги. Опять же, вопрос. Для чего вы исследуете совет подруги? Не боитесь ли вы её, подругу, в смысле, потерять? Я понимаю, что его тащил тот мужик, который плыл в воде, и что было трое детей. Двух мы спасли с тобой, а одного нет. Думаю, где этот мужик, он должен был спасти мальчика, очень тяжело на душе. Сон о борьбе с подругой, сон о страхе потерять подругу и о чувстве вины за то, что вы делаете так, как подруга говорит. Это то, что можно вам сказать, именно исходя из того, что вы написали. Это такой очень поверхностный неглубокий смысл того сна, который вы увидели. Я бы сказал, что вот то, что я сейчас описал, это результат работы кратковременной памяти и подсознания. Вот так. То есть это наложение подсознательных желаний, которые всегда имеют зрительный образ. на то, что вы, по вашему мнению, должны делать, то, что вы делаете, то, как вы себя ведете и так далее. Вот так, я думаю, можно вам ответить на вопрос. В любом случае, ваши отношения с подругой требуют переоценки. Ваши чувства вины требуют облегчения, разрешения, чтобы его не было. А вам нужно более четко сформировать свои жизненные цели, которыми вы, на сути дела, регулируете свой путь по жизни. Да, путь по, так сказать, линии жизни. Ну вот. Я полагаю, что это вот те рекомендации, которые можно вам дать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Я буду рад помочь вам, если понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Не забывайте, пожалуйста, о том, что для толкования сновидений требуется больше информации и больше времени. А также более четкая, более направленная работа именно на ассоциативный ряд. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.